СВОЯ ЗЕМЛЯ Алла Фёдоровна, как сегодня оцениваете достижения ваших земляков Толочинского района? Вы знаете, конечно, ну как, очень отлично оцениваю. В настоящее время жизнь так хороша и жить так хорошо, когда нам никогда не жилось ещё. Всё есть, деньги есть, уважение есть. Ну, живи, только дай Бог нам здоровья. Ну и, конечно, я вам скажу, что Белоруссия – это самая лучшая страна на свете. И у нас самый лучший президент. Всё нам дал. Ну, я не знаю, уже нет лучших пожеланий к пенсионеру, как у нас. Всё есть, я даже не могу описать это одним словом. А что ещё хочется? А хочется, конечно, пожить, порадоваться своими успехами своих детей, своих внуков. У меня все внуки имеют высшее образование, занимают хорошие должности. И хотелось бы, чтобы всё мне было хорошо. И, конечно, у меня одна правнучка. А хотелось бы ещё побольше правнуков. Вот. И дожить бы до того времени. Да. Марина Антоновна, что объединяет сегодня ветеранов войны, узников, всех людей пожилого возраста, которым за 80 и 90? Вы знаете, я благодарна судьбе за то, что она дала мне такую возможность, являясь представителем более, скажем так, позднего поколения, обратиться к поколению взрослых, пожилых людей с надеждой на то, чтобы создать им условия не только в плане проживания, поскольку наша социальная служба работает над этим, но и создать условия в плане общения. Мы в этом году спланировали работу нашего отделения таковым образом, что имеем возможность предоставить посетителям нашего центра, нашего отделения, посетить знаковые места нашей страны, связанные с историей и обозначенные как действия, как события Великой Отечественной войны. И таковым местом, замечательным местом, обновленным является музей имени Героя Советского Союза Константина Заслова в городе Орши. Мы не могли пройти мимо этого, и одно из знаковых мероприятий, которым мы повели, посвящая предстоящей дате, 80-летию освобождения Белоруссии, посетить этот музей с нашими уважаемыми пожилыми, замечательными людьми, и дать им возможность прикоснуться к историческим, ну скажем так, событиям, недалеко от нас, в соседнем районе, в городе Орша. И это, к счастью, осуществилось. Вы знаете, мы съездили, мы посмотрели. Скажу больше, все, большинство участников клуба общения, который, опять же, создан на базе нашего отделения, с неимоверной радостью приняли такое, ну скажем так, предложение и отозвались. И вы не поверите, на электричках, в замечательной компании мы осуществили эти выезды, мы посмотрели, мы поклонились низко исторической памяти вот этого героя Советского Союза, Константина Заслонова. И наверняка в душе, конечно же, осталось у нас очень много впечатлений, воспоминаний. И, наверное, наша работа не бесполезна даже в этом смысле. И, конечно, объединяет нас это историческое прошлое, историческая правда, любовь к нашей стране. Анна Леонидовна, что дают такие встречи с ветеранами войны, узниками концлагерей, детьми войны? Вы знаете, вот лично в моей жизни эта тема, она действительно в генах. Это в генах моих дедов, прадедов, моих детей. И я хочу сказать, что встреча с этими людьми сегодня для меня, когда это уже как будто моя бабушка... Моя бабушка уже, к сожалению, умерла. И для того, чтобы сегодня говорить с молодым поколением о войне, о правде этой войны, я просто получаю от этих людей ту драгоценную информацию, которую обязана нести нашему молодому поколению. Я как депутат районного совета депутатов и как руководитель социальной службы района, просто чувствую ответственность эту перед страной, перед нашим поколением, а тем более перед будущим поколением. Татьяна Петровна, как всегда Вы с подарками, чьими руками готовили, и какие слова поздравления тем, кто выжил, выставил и сегодня сохраняет историческую правду о войне? Посетителями отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста постоянно готовятся подарки для наших граждан, пострадавших от последствий войны. Вот такие замечательные подушки сделаны их руками. Уважаемая Алла Федоровна, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником. Желаем вам самого-самого главного, крепкого-крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и долгих-долгих лет жизни. Спасибо вам. Мы обязательно еще к вам придем не один раз. Спасибо вам большое. Держите вам на память вот такой сувенир. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.